Девушки отдыхают Да, дорогая, целую, увидимся, пока Брат, ты дома? Я думала, ты на работу поехал Я собирался уйти, но мне позвонила Нас, попросила подождать её дома Что-то случилось? Точно, что-то случилось, иначе Нас бы такого не говорила Подожди, Физа, успокойся, не заставляй меня нервничать Она придёт и расскажет, что происходит Надеюсь, это не связано с шефом Папочка, папочка, мне срочно нужны деньги Прямо сейчас, немедленно Что произошло? Успокойся, дорогая, тише, иди ко мне Давай Глубокий вдох Спокойно Так, теперь расскажи мне всё по порядку Помнишь, Селима? Афериста, нашего финансового консультанта, который сбежал со всеми нашими деньгами Сейчас у нас нет ни копейки И наши поставщики ждут оплаты Оплата по чекам не прошла Нам нечем платить, папа Мы пытались объяснить им ситуацию, попросили немного подождать Но они совсем не хотят ждать Они сказали, что никуда не уйдут, пока не дождутся денег Они запугивают нас Позвони в банк, помоги нам, прошу Мне жаль нас Что? Что ты имеешь в виду? Ты не сможешь дать нам денег? Нет Мы столько ссорились из-за этого ресторана Я говорил тебе оставить эту затею, но ты не послушала меня Я не могу поверить Ты же понимаешь, что произойдёт? Ты серьёзно, брат? Дорогая Ты хотела быть самостоятельной Ты открыла собственный бизнес Ты должна научиться находить выход из сложных ситуаций Справляться с проблемами И искать пути решения этих проблем Это школа бизнеса Ясно Ладно, папа Научусь Что ты наделал, брат? Я преподал своей дочери хороший жизненный урок, Физа Может и так То, что ты сказал, чистая правда Но как ты можешь оставить её в такой ситуации? Она твоя единственная дочь, как ты мог? Думаешь, мне совсем её не жаль? Но другого выхода не вижу А уроки жизни весьма непросты Физа Слушайте, Шебнем Мы и так достаточно долго ждали Но если через пять минут деньги не будут у меня на счёте Или если вы не напишите расписку Я обращусь к своему адвокату И я не буду в ответе за то, что произойдёт потом Вы совершенно правы Но мы тоже пострадавшие Нас обманули, понимаете? Пожалуйста, просто дайте нам один день У нас тоже есть долги И мы должны их оплачивать Поймите нас тоже Мы месяцами ждём оплату от вашего ресторана Ждём очень долго И сейчас у нас нет другого выхода Да, я понимаю Мы давно сотрудничаем Но поймите, эта ситуация не наша вина Мы не можем ничем помочь Я гарантирую оплату всех долгов Шеф Феррат Именно Кроме того, я прошу прощения За предоставленные неудобства От лица нашей команды И я хотел бы пообещать Что все долги будут оплачены Если вы дадите мне один день Шеф, мы хорошо к вам относимся И доверяем вам Но у вас нет права Совершенно верно Однако я часть команды этого заведения И очень важная часть И мне нужен только один день Я знаю, что могу самостоятельно погасить этот долг Только один день Плачу наличными, если вы дадите мне один день Ты что делаешь? С ума сошел? Доверься мне Хорошо, шеф Один день отсрочки для всех Но если мы не получим деньги Проблем не избежать Не переживайте Оплата будет Где нас? Она поехала к отцу Хочет взять взаимы Нас звонит Привет Как дела? Получилось? Папа не дал денег, Шабнам Мне все еще не верится Но он не дал денег И мне больше нет кому обратиться Остается только пойти к Тайлану Тайлану? Ты уверена? Дай мне трубку Не проси у него денег Пожалуйста, не вмешивай его в наши дела Фират Я пошел Ведешь себя как герой Но только как ты найдешь деньги? Я дам тебе знать Посмотри на часы Фирата все еще нет Позвони ему Я не понимаю Как он найдет деньги за один день? Он обещал, что найдет Нужно довериться ему Он помог отсрочить на день срок оплаты Довериться? Шабнам Речь идет о человеке, который врал мне Обманывал месяцами Доверие и Фират Для меня несовместимые понятия Прости уж Он наш единственный шанс Как ни крути Нет Есть еще кое-кто Нет Нет нас Пожалуйста, не звони Тайлану Прошу Давай дадим Фирату еще немного времени Фират Не верится даже Где ты достал деньги Тут целое состояние Если честно, ты меня удивил Я не ожидала Спасибо от лица всего нашего ресторана Ты действительно спас нас В любом случае Шабнам Завтра проведем оплату У меня есть одно условие Странно, если бы его не было И какое условие? Ну? Что тебе нужно? Что за условие? Один день Прошу провести со мной один день Зачем? Исправить наши ошибки По-моему, нам обоим это нужно Ты что, издеваешься надо мной? Нет Я предельно серьезен Что ты за человек такой? Ты получаешь удовольствие от того, что издеваешься над моим отчаянным положением в этой ситуации Но я тебе этого не позволю Нас, дорогая, успокойся, пожалуйста Да как тут успокоиться? Шабнам, ты не понимаешь, чего он добивается? Я просто хочу провести с тобой один день Нет уж, спасибо Хватит Мне все равно на эти деньги Я лучше в тюрьму сяду, чем проведу с тобой целый день Я настолько невыносим, да? Да Для меня ты невыносим Забирай свои деньги и неси их туда, откуда взял Я ни за что не соглашусь провести с тобой целый день Нас, дорогая, послушай Давай мы успокоимся, сделаем глубокий вдох Да, отлично У меня есть четкое ощущение Что ты принимаешь весьма импульсивное решение Подожди, подожди Пригляди за деньгами, я ее уговорю Подожди, Нас 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 Нас, подожди Ты куда? Подожди Даже не пытайся, Шабнам Тебе меня не уговорить Я найду другой способ Какой способ? Давай не будем врать сами себе У нас уже есть решение Прости меня, Шабнам, но я не буду играть в его игры Проводить с ним день Посмотри, какой эгоист Просто самодур Да, ты, конечно, права, но Никаких но, Шабнам Я сама найду выход, без его помощи Надеюсь, ты не о Таилане сейчас думаешь Не делай этого, Нас Ты же пожалеешь об этом Добро пожаловать Нас Добро пожаловать Какой приятный сюрприз Не такой приятный, как ты подумал Ты мой последний шанс И я ненавижу себя за то, что это делаю Но я в отчаянии сейчас Понятно Проходи и присядь Подыши, успокойся Что случилось? Что ты хочешь от меня? Тот бухгалтер, которого ты прислал Забрал наши деньги и просто исчез О чем ты? Селим бы так не поступил И тем не менее Проходимец Вы написали заявление? Нет, у меня были дела поважнее Надо было разобраться с ними Чем я могу тебе помочь? Просто скажи Я виноват Наши поставщики пришли в ресторан Они сказали, что обратятся в банк Если мы им не заплатим Мне срочно нужны деньги Ты можешь одолжить? Ахмед Увидела его улыбку и конверт в руках Или еще что? Да нет Что ты делаешь? То, что необходимо Оплачиваю счета, как и обещал Фират, это прекрасно Но я хочу уточнить Нас в курсе? Прекрасно Ты же знаешь, что ей это не понравится Да Нас вообще редко нравится, что я делаю Нельзя ее за это осуждать Она меня чуть не убила Чуть не отравила меня от злости Но ты не переживай На этот раз она тебя ножом пырнет Не будет полагаться на удачу Ты раздаешь деньги, которые она не приняла В любом случае Она уже поехала к Таилану Почему ты ее отпустила? Речь идет о нас Разве ее возможно остановить? Не волнуйся Я разберусь с деньгами прямо сейчас Спасибо тебе Не за что Да, Таилан Что ты делаешь? Оформлял кредит на транспортную карту Для вас тоже Подумал, надо воспользоваться преимуществами общественного транспорта Теперь нам придется немного ужаться в расходах Ати, поменьше разговоров Я сейчас пришлю тебе банковский номер НАС Ты переведешь туда сумму, которую я напишу тебе в СМС Понял? Надеюсь, вы не слишком много напишете Потому что это последние деньги на вашем счете Канал перевел оплату сегодня И это последний раз Хватит болтать и делай то, что я тебе говорю сейчас же Да, конечно Между нами возникло небольшое недопонимание Я знаю, что он Тоже совершал ошибки Но смотри, Вселенная Возвращает нас друг к другу Между нами крепкая связь И никто не может ее разорвать Тайлан, пожалуйста Нас Я тебя очень люблю Дай нам еще один шанс Мы так сильны вместе Давай не будем терять друг друга из-за этих незначительных вещей Пожалуйста Я знала, что не стоит просить у тебя помощи Почему? Конечно, ты попросила помощи у меня Кому еще ты можешь доверять? Хватит! Тайлан, мы не будем вместе Пойми ты уже это Не будем Все из-за него У тебя к нему по-прежнему чувства, правильно? Слушай, спасибо, что не отказал Но я передумала Мне не нужны от тебя деньги Благодарю Как ты смеешь оплачивать долги без моего ведома? Да, ровно секунду назад Нас меня поблагодарила, как вы слышали Кажется, становится жарко Мы уже обожглись Лучше поедем снаружи Да, слишком жарко Приятного аппетита Снаружи будет полегче Спасибо И где ты нашел столько денег? Какая разница? Тебе понравится, если я скажу, что продал свой винный погреб в порт и дом на берегу Босфора Ты точно сделал что-то, от чего у тебя потом будут проблемы Думаю, тебе не стоит занимать этим свою голову Тогда скажи мне правду Хватит Не важно, где я нашел эти деньги Проблема решена, решена Ты ведешь себя так, будто я ребенок Лучше бы поблагодарила Благодарю Глупо ругаться по этому вопросу Что теперь сделаешь? Мы что, у них деньги заберем? Что сделано, то сделано Тебе стоит это принять Я не могу это принять И верну их в самом ближайшем будущем Хорошо Ладно, возвращай Посмотри на меня Ты голодна? У нас есть отличный лохмаджун Я сам сделал И ни капельки яда Я тут говорю о серьезных вещах А ты аллахмаджуни Это нормально вообще? Я тебя пытаюсь с рук покормить Ты тоже меня не понимаешь Я верну тебе деньги как можно скорее Говоришь, яд не добавил? А вот и зря Добавлю в следующий раз Мы еще мировое соглашение не подписали Да уж Спасибо Спасибо, все просто отлично Вы подарили мне отличный день рождения Мы очень рады С днем рождения Хотим подать вам наш фирменный десерт Спасибо большое Приятного аппетита Спасибо Тетя, сейчас не время Нас, я ненадолго отойду Последи за всем Хорошо? Мне нравится твое спокойствие, Шибнэм Кажется, всем, кроме меня, совершенно все равно Откуда Фират взял эти деньги Если честно, дорогая, я не хочу задавать вопросы И слышать неправду Эта философия мне нравится И тебе я советую ее придерживаться Кроме того, раз все рабочие вопросы решены Я хочу заняться личной жизнью Стой, 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 стой Ты сказала личная жизнь? У тебя что, парень появился? Познакомишь? Нет, 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 нет Ничего такого У меня все хорошо А вот у него В общем, давай на этом остановимся То есть ты снова разбиваешь сердца? Он очень хорошенький Но дальше ему будет только хуже Лучше сделать это сейчас Та самая Шибнэм никогда не ходит на второе свидание Давай, иди, я пригляжу за всем Слушай, я хочу, чтобы все были в целости и сохранности, когда я вернусь Включай Фирата Не могу тебе обещать Ух ты, она еще и шутит Обожаю тебя Я пошла Выглядит отлично Приятного аппетита Спасибо Асуман, что ты тут делаешь? А ты как думаешь? Слушай, Асуман Может нам дверь закрыть и остаться наедине? Клиенты не ходят по складу Асуман, иди наверх Почему? Боишься своих чувств? Я стану вести себя по-другому, если ты продолжишь за мной бегать Мне не нравится, как ты делаешь это сейчас Хочу, чтобы смотрел на меня с любовью Ты не увидишь ничего, кроме ненависти, если продолжишь вести себя так Я не против Главное, что ты чувствуешь что-то ко мне Это невозможно Мое сердце... Не говори Не хочу слышать ее имя Не провоцируй меня Если я тебе так не нравлюсь, почему ты позволяешь мне работать тут? Привет 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 Шабнем Есть минутка? Гюля, ты... Справишься одна? Дорогой Иргин, я всю жизнь одна Думаю, ради тебя смогу выдержать 20 минуток Спасибо, Гюля Тогда мы можем... Нам не нужно никуда идти, это будет недолго Давай посидим здесь пару минут Эти девчонки просто бандой за мальчишками охотятся Ни на секунду не оставляют Все дороги в нашем квартале истоптали уже То, что ты сделал недавно Не делай так больше Я не хочу никакой путаницы, не хочу проблем в своей жизни Моей маме и так моего бизнеса достаточно Не хочу никаких трудностей Поэтому нам не стоит видеться какое-то время И разговаривать не стоит Я буду благодарна, если ты не будешь приходить в ресторан без необходимости Пока Ого Я думала, это будет хороший разговор, раз замешаны сладости А она ушла? Не шутила, что это быстро? Иргин А-а Что? Что она тебе сказала? Давай-ка немного сладенького Не хочу есть, Гюля Поешь У тебя, небось, сахар в крови упал Ты побледнел Что она такого тебе сказала? Все было как в короткометражке Мы даже рекламу не успели вставить Просто отлично Слушай, Иргин, возьми ложечку Мне тебя насильно Кормить, что ли? Ешь Гюля Слушай Не делай ничего, не подумав Не веди себя естественно и все такое Никогда, Гюля Никогда Хорошо? Никогда Так что же мне, притворяться? Да, именно так Я уже совершил такую ошибку И теперь мне очень больно Не делай так, Гюля Не делай Не делай, Гюля Эргин Тебе так понравилось? Может, еще принести? Не делай Алло, здравствуйте Нас, добрый день Как дела? Кто-нибудь интересуется машиной? К сожалению, нет Если честно, цена кажется покупателям высоковатой Можем немного ее понизить Давайте немного подождем Хорошо, я буду ждать вашего звонка Всего доброго Хорошего дня, Нас Мне пора С каких пор ты мне докладываешь? Хотел показаться Зачем? Может, ты успеешь соскучиться по мне до завтра? Хотел, чтобы мое лицо осталось в твоей памяти Почему ты смеешься? Мне приснился такой хороший сон Расскажешь мне его? Конечно Там была глиняная ваза А еще твоя голова Я и моя голова? Ожидаем твоей благодарности Можешь даже сказать Феррат Спасибо тебе большое Так мило с твоей стороны Что ты нашел эти деньги И сделал это для меня и моего ресторана Я буду благодарна тебе всю жизнь Ты мой герой, Феррат Я посвящаю тебе всю свою оставшуюся жизнь Ну или что-то в этом духе Например Я поверить не могу, что ты надеешься такое от меня услышать Но ты права Иногда чудеса случаются К примеру, я не ожидал Сделать что-то такое для человека, который пытался меня убить Это непостижимо Как это связано? Я не пыталась тебя убить Просто немного стимулировала работу твоей пищеварительной системы Немножечко, я точно рассчитала дозу Моя дорогая девочка Она думает о моем благополучии Как мило Ой Ты уходить собирался? Так давай Я ухожу А завтра новый день И я буду ждать, что однажды ты меня поблагодаришь Тебе придется ждать очень долго